То есть она пошла в детский дом, усыновила детей для того, чтобы просто их использовать как бесплатную рабсилу? А вот новый закон ужесточит наказание для таких людей? Да, потому что по истязанию у нас будет ужесточение. Выявили девочку от 14 лет, которую насиловал отчим вместе с ее родной мамой. Обязательно знали соседи, родственники, люди, взрослые, которые понимали, что происходит, но никто не сообщал. Заставлял пить мочу свою, употреблять фекалии, вешал на забор, истязал детей. В данном законопроекте очень важно проговорить, нет ни одной нормы, которая предусматривает отобрание детей или изъятие их из семьи. Добрый день, в эфире Джессуфбат, меня зовут Динара Саджан. И сегодня у меня в гостях уполномоченный по правам детей Динара Закива. Динара, добрый день. Добрый день. Динара, сейчас в парламенте обсуждается законопроект по обеспечению прав женщин и безопасности детей. Вся страна ждет, когда у нас в Казахстане будет жестокое наказание за насилие. И я знаю, что документ сейчас находится в Сенате. Что ужесточают? Что предусматривает этот законопроект? В целом данный законопроект предусматривает две генеральные линии. Во-первых, это профилактика и создание инструментов, инфраструктуры, помощи семьям и детям. И во-вторых, это ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей. И в принципе, также он криминализирует составы побоев и легкого вреда, переводит их в уголовный кодекс. Например, за побои в рамках уголовного кодекса, если это деяние совершено в отношении взрослого физического лица, 25 суток. Если общественные исправительные работы, штраф. Если это деяние совершено в отношении ребенка, то 30-50 суток. И, соответственно, общественные исправительные работы и также штраф. За легкий вред, за причинение легкого вреда здоровью в отношении физического лица предусматривается 50 суток. Если это деяние совершено в отношении ребенка, то до двух лет. И, соответственно, исправительные работы, общественные работы, 600 часов и штраф. А для этого требуется заявление, например, жены? Очень хороший вопрос. Эти дела будут относиться к делам публичного обвинения. Соответственно, не нужно будет заявление от потерпевшего. И все следственные мероприятия будут проводиться как по делам публичного обвинения. То есть дело возбуждается сразу, да? Да, без заявления потерпевшего. В принципе, в 2022 году и в рамках административного кодекса как раз были внесены изменения, которые предусматривали, что заявление от потерпевшего не нужно, поскольку была проблема, связанная с тем, что 60% заявлений жертве отзывали обратно. И поэтому эта норма была введена, которая предусматривает именно выявительный характер. То есть заявление не нужно. То есть если закон примут, условно, приезжает полиция, например, на вызов, видит, что муж избил жену, избил детей, да? Раньше требовалось заявление от жены. То есть если не было заявления, то полиция просто уезжала. Сейчас не будут, да, рассматривать. Есть заявление, нет заявления. Избил жену, избил детей, все забирают. Да, потому что это категория дел публичного обвинения. И в целом стоит отметить, что в рамках законопроекта также предусмотрено ужесточение наказания за истязание. Мы прописали полностью новую редакцию этой статьи, поскольку, например, ранее из-за термина систематичности было практически невозможно доказать это деяние. И, соответственно, дела очень часто закрывались или за недоказанностью, или за отсутствием таких доказательств, поскольку жертва не может знать, что ее второй, третий раз будут мучить, истязать, и, соответственно, она уже не собирает данные доказательства. Поэтому в этой редакции уже предусмотрели все эти минусы правоприменительной практики и ужесточили наказание. За средний тяжкий вред ужесточили наказание, убрали ограничения свободы. Как вы помните, как раз в Туркестанской области, когда убили маленькую девочку Еркижан, именно под таким наказанием, ограничением свободы находился этот человек. По сути, это не наказание, он находился дома и употреблял спиртные напитки и совершил еще одно страшное преступление. А вот в новом законопроекте предусмотрена ответственность судей, которые совершают такие ошибки. Вот в данном случае в Туркестанской области, если бы тот судья, который дал условный срок для этого преступника, причем он рецидивист, он до этого был судим за убийство, второй раз ему дали условный срок за то, что он напал топором на своего соседа. Если бы тогда судья дал не условный срок, не вот это ограничение свободы, а вынес бы правильное решение, то это убийство можно было бы предотвратить, и Еркижан была бы сейчас жива. Вы знаете, в принципе, в самом начале, когда мы разрабатывали данный законопроект, такая норма нами предлагалась, но ее не поддержали в связи с тем, что в принципе в законодательстве существуют нормы, по которым рассматривается ответственность должностных лиц, и поэтому в данном законопроекте этой статьи нет. В целом, вы знаете, самая главная задача, как обеспечить и неотвратимость наказания в рамках данного законопроекта, это ужесточаются наказания и за педофилию, преступления против половой неприкосновенности в отношении детей. Кроме того, в данном законопроекте предусматривается новая статья о приставании в отношении несовершеннолетних сексуального характера, и она очень важна, потому что, как вы видите, много таких сейчас резонансных даже случаев, когда в автобусе, в лифте прикасались к детям, девочкам. Причем это было очевидно, это было на видео снято. Да, но этих людей не могут привлечь к ответственности, потому что у нас отсутствуют данные составы. Давай, Анеч, пока. У нас сейчас пять статей, касающихся половой неприкосновенности детей, но именно эти деяния не охватываются законодательством, и поэтому в этом законопроекте предусмотрена ответственность именно за приставание, предложение сексуального характера. Мы посмотрели международную практику, например, в Великобритании есть похожая статья, Татчинг называется, прикосновение, и предусматривает за эту ответственность. И кроме того, данная поправка предусматривает запрет на определенное время работать в учреждениях. То есть как раз-таки эти люди, мы знаем, они идут работать в учреждениях для детей и, естественно, представляют угрозу детям и совершают более страшные преступления. Поэтому это тоже важная поправка в данном законопроекте. У нас сейчас также одной из проблем является проблема буллинга. Конечно, она требует всестороннего подхода, профилактики, и мы тоже над этим работаем, но тем не менее нужна и ответственность. Вот в рамках данного законопроекта предусматривается ответственность административная за буллинг, также предусматривается ответственность за высадку детей из автобусов, поскольку у нас и таких случаев много. Административная ответственность — это что, штраф или... Административная ответственность, она предусматривает и штраф, и содержание под стражей просто на меньшие сроки. Например, за высадку... Ну, за буллинг предусматривается только предупреждение и штраф. За высадку детей из автобусов предусматривается штраф и 5 суток. То есть, соответственно, конечно, более мягкое наказание, но тем не менее ответственность есть. И самый главный посыл в наказание — это предотвратить новые преступления. Вот с этой точки зрения, в принципе, охвачены все формы насилия и все преступления, которые совершаются в отношении детей. Вас назначили уполномоченным по правам детей в прошлом году в июне. Еще не прошло и года, вот я собрала за последний год самые такие громкие, наверное, дела. Пятилетняя Иркижан была изнасилована и убита соседом в Туркестанской области. Трехлетние девочки подвергались сексуальному насилию. Это было в Алматинской, по-моему, области. Их старшая сестра, семилетняя девочка. Это их тетя, по сути. А, это их тетя, да? 9 лет ей сейчас тогда и было. Ей кочергой прижигали гениталии. И при этом это делала ее бабушка родная. Это ее мама. А, ее мама. Да, я могу сейчас подробнее рассказать. Вообще сегодня состоялось итоговое заседание суда, где был оглашен приговор по данному преступлению в отношении детей. И мужчину приговорили к пожизненному заключению. И маму девятилетней девочки, а также она является бабушкой трехлетних девочек, которых насиловали, ее приговорили к 25 годам. То есть это отчима получается? Да, то есть это ее супруг. У нее, у женщины есть свои дети. И у старшей дочки вот эти две трехлетние девочки, которых как раз подвергали изнасилованию. И есть девятилетняя девочка, сейчас ей 9 лет, тогда ей было 7 лет. Ее также подвергали, это дочка уже этой женщины. И вот ее тоже подвергали и изнасилованию, и истязали ее, прижигали кочергой гениталии, как потом выяснилось, именно для того, чтобы скрыть следы преступления. Вообще, когда девочке было 7 лет, она была в интернате. И в интернате вы увидели следы ожогов на теле, увидели, что ребенка подвергали насилию. Соответственно, было написано заявление, возбуждено дело. По 110-й статье истязания, ну как раз таки из-за систематичности, они не смогли доказать, как потом выявлялось в ходе расследования. И переквалифицировали на 140-ю статью, это жестокое обращение, по которому наказание намного меньше было в соответствии с действующим законодательством. И просто выписали штраф в отношении мамы, несмотря на то, что в материале было сказано, что это делал сам отчим. И ребенка отправили на домашнее обучение, и в этом аду она еще жила 2 года. Вместе с тем, получается, старшая дочь этой женщины очень часто оставляла. И, в принципе, в основную часть времени девочки маленькие находились с ее мамой. И, как выяснилось, этих трехлетних девочек насиловал как раз вот этот мужчина, который супруг этой бабушки, получается. Ужасно. Это просто ужасно. Ну, смотрите, таких случаев очень много по Казахстану. В принципе, каждый день 6-7 преступлений совершаются, уголовных в отношении детей. Ну, вот громкие мы собрали. В Туркестанской области мать убила двоих детей на съемной квартире, и сама, по-моему, она была родом из Казларды, да? Да, в Туркестанской области, да. Семилетнюю девочку убила мать в Павлодарской области. Детей женщина усыновила, эксплуатировала на ферме и держала в рабстве. Это тоже такая громкая история. Это Вулатал, недавно, да, вы туда ездили? Что там произошло? Ну, несколько лет назад женщина, семья взяла детей под патронат, и, как выясняется, буквально через короткое время уже их переселили старших детей, всего их трое, старших детей переселили на ферму, и на ферме как раз был домик и, так скажем, сарай. И вот в этом сарае жили эти дети старшие, ухаживали за скотом, там у них 18 коров, 2 табуна лошадей, и практически не было работников. То есть эта женщина намеренно, получается, усыновляла детей? Использовали детей, да. То есть она пошла в детский дом, усыновила детей для того, чтобы просто их использовать как бесплатную рабсилу? Сейчас идет следствие, конечно, будут подробности выясняться, но сегодняшние данные показывают именно такую картину. Вот что ей грозит сейчас? Сейчас дело заведено по статье «Истязание». В ходе следствия будут, естественно, скрываться новые факты. Она уже задержана, находится под следствием. Вот как раз по этому поводу я летала. А вот новый закон ужесточит наказание для таких людей? Да, потому что по истязанию у нас будет ужесточение. Вообще вначале зарегистрировали дело по 140-й статье, потом уже в ходе работы я обратилась за тем, чтобы переквалифицировали дело с учетом тяжести деяния. Его переквалифицировали на 110-ю статью и женщину взяли под стражу. И вот и по истязаниям, и по жестокому обращению предусмотрено ужесточение наказания. Еще одна ужасная трагедия произошла в Алматы. Общественница убила свою 7-летнюю падчерицу. Суд уже вынес ей приговор, 20 лет ей дали. Общественница, что происходит с этими людьми? Почему они так жестоко обращаются со своими детьми? То есть вы меньше года работаете у полноочины по правам детей. Вот у вас вы наверняка анализируете, вы каждый день работаете. Причем эта работа, хочу отметить, не оплачивается. Это общественная работа. Но вот у вас уже есть какие-то мысли? Знаете, конечно, объяснить насилие невозможно. Невозможно просто понять, как можно так относиться к любому ребенку. Но когда мы изучаем дела, мы обязательно смотрим, какие действия было необходимо предпринять, чтобы предотвратить то, что произошло с ребенком. И как раз-таки эти меры мы предусмотрели в законопроекте. А кто это должен делать? Органы опеки? Да, это должны делать органы опеки. Это должны делать участковые, которые должны своевременно оповещать о том, что на данной территории проживает семья, которая находится, так скажем, на грани риска. И, соответственно, вовремя оповещать уполномоченные органы, в частности опеку, для того, чтобы их посетили. И, соответственно, эта семья находилась под наблюдением. У нас здесь как раз-таки две проблемы. Участковые, во-первых, отсутствует взаимосвязь органов внутренних дел с другими службами Акимата, которые должны заниматься как раз-таки работой с семьей, с детьми. И второе, у нас не была закреплена необходимая полномочия за конкретным органом управления в Акимате, который должен заниматься семьей. И поэтому в законопроекте мы предусмотрели закрепление компетенции за управлением социальной занятости по работе с семьей, создание мобильных групп, в которых как раз-таки будут объединены участковые и все другие органы. И для этого специально разрабатывается сейчас Министерством труда и МЦРЯПом приложение, которое будет соединено с электронной картой семьи. И участковый с места сможет в эту электронную карту заполнять данные семьи, которые находятся, так скажем, в зоне риска и требуют к себе повышенного внимания. А потом предусмотрены центры поддержки семьи, которые должны будут сопровождать эти семьи, выводить их из трудной жизненной ситуации, работать с ними. То есть сейчас пока таких центров нет? Сейчас 68 центров, но в 152 районах страны они отсутствуют. И нет единого подхода. Один центр работает так, другой по-своему. То есть каждый регион решает, как его центр будет работать. Вот вам чаще всего дети сами обращаются? Или же вы все-таки узнаете через участковых? Да, мы в основном узнаем от взрослых людей, от участковых. А дети сами пишут? Дети сами обращаются, пишут. И в 111 службу, и ко мне дети пишут. А что пишут? Один ребенок мне писал как раз недавно, ночью. Он на Инстаграме нашел мой телефон, и он сообщил о том, что папа избивает маму, что ему страшно. Мальчик 14 лет, этого сто не было. И как раз я сообщила в органы, сразу же выехали и забрали семейного дебошира из дома. Но вы очень хороший вопрос задали. Вы знаете, недавно как раз поднимали мы вопрос о том, насколько наши дети осведомлены о том, куда нужно обращаться, если им грозит опасность. Сейчас мы очень активно работаем над тем, чтобы максимально оповестить всех детей, донести до них о номере 111 информацию, поскольку размещаем плакаты в школах, но тем не менее еще не до всех школ дошли. Помогите, дети в школе обижают меня. Начальник на работе домогается до меня. Я слышу, что в соседней квартире муж избивает жену. Алло, мой муж меня избивает, мне страшно. Оператор контакт-центра 111, я готова выслушать вас и помочь в вашей ситуации. 111. Телефон доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Не все дети знают. И вот недавний случай, подтверждением тому был, выявили девочку, 14 лет, которую насиловал отчим вместе с ее родной мамой. И она, когда мы с ней разговаривали, я к ней приезжала, она рассказывала о том, что не знала, куда обратиться за помощью. Я спросила, у вас в школе не висит плакат 111? Хотя я максимально пытаюсь во все школы сама съездить, проверить. Уполномоченные органы отчитываются о том, что эти плакаты есть. Но тем не менее, получается, не дошли до всех школ. Эта школа новая, здание было новое, они туда переехали. И она говорит, я не знала, куда обращаться. И поэтому терпела это 6 месяцев. Повода. Да, и потом уже сообщила социальному педагогу. И социальный педагог уже приняла все необходимые меры для того, чтобы обеспечить ребенка безопасностью. Вот по новому законопроекту школа несет какую-то ответственность? Потому что в школе же можно сразу понять, что происходит с ребенком. То есть увидеть и ожоги, и синяки, и когда с ребенком что-то странное происходит. Школа какую-то несет ответственность? Сейчас у нас есть уже ответственность за несообщение. Поэтому, в принципе, эта статья используется. Но в данном законопроекте предусмотрены уточняющие меры именно к этой поправке, к этой норме по несообщению. То есть если завтра закон примут, и школа не сообщит, будет просто игнорировать ребенка, которого видят с синяками, с побоями, то завтра директор школы тоже будет нести ответственность? Да, за несообщение уже есть ответственность, но здесь уже идет в данном законопроекте уточнение к данной норме. Поэтому и сегодня их можно привлечь к ответственности. И в принципе, в соответствии с новым законопроектом, да, там уже более уточняющие нормы, которые позволят лучше применять эту норму в будущем. Вы изучали мировую статистику? В мире есть страны, где нет насилия в отношении детей и женщин? Нет таких стран, к сожалению. Но в любом случае мы смотрим на опыт стран, где есть эффективные механизмы по своевременному выявлению и предотвращению таких случаев. Ведь самое главное вовремя выявить. В 70% случаев, когда мы рассматриваем уголовные преступления, мы видим, что обязательно знали соседи, родственники, люди взрослые, которые понимали, что происходит, но никто не сообщал. И, во-вторых, не знали, куда сообщать или не хотели вмешиваться. И вот поэтому мы постоянно привызываем, чтобы все звонили нас номер 111. Как раз в этом законопроекте закрепляются нормы и по контакт-центру 111, как первому государственному контакт-центру телефону доверия. И именно это является одним из таких эффективных инструментов по выявлению насилия. То есть любое убийство, можно будет любую трагедию предотвратить, если вовремя среагируют соседи, школа, родственники. На то, что происходит в семье, на социальное неблагополучие, на трудную жизненную ситуацию, потому что совокупность факторов обычно ведет именно к тому, что в семье начинается неблагополучие, соответственно, сопровождается это алкоголизмом в 70% случаев и приводит уже к насилию, к нарушению прав детей. И для того, чтобы предотвратить хотя бы в 70% случаев эти страшные преступления в отношении детей, необходимо вовремя выявить, что предусмотрено в законопроекте, вовремя среагировать и вывести семью из того положения, ситуации, в которую эта семья попала, трудная жизненная ситуация, неблагополучие, и вовремя помочь ребенку, который находится в этой семье. Как вы вытаскиваете детей из этого ужасного состояния? Вы говорите, что 14-летняя девочка была изнасилована собственной матерью и отчимом. То есть как потом проходит работа? Условно, отчима посадят, мать посадит, ребенок окажется в детском доме. Да, в центре поддержки детей с ними в первую очередь, конечно же, работают психологи. И это обычно очень длительный курс, особенно после таких страшных случаев. И в целом сейчас, если мы заговорили о психологах, то в данном законопроекте как раз предусмотрены нормы, которые закрепляют открытие центров психологической поддержки во всех регионах. Поскольку сегодня это такая на самом деле большая проблема, именно психологи в школах должны выявлять насилие, буллинг в отношении детей. То есть в каждой школе должен быть психолог? Да, у нас сегодня, в принципе, есть в каждой школе психолог, но опять-таки вопрос о нагрузке и вопрос о подходах к работе. У нас на сегодняшний день один психолог на полторы тысячи детей. Для того, чтобы проанализировать даже то анкетирование, которое у них имеется, им иногда нужно 4 месяца, а это уже может быть поздно. Поэтому, во-первых, предусмотрено увеличение психологов в два раза. Конечно, это кардинально не меняет ситуацию, но намного ее улучшает. И во-вторых, самое главное, предусматривается открытие вот этих центров психологической поддержки, которые должны будут внедрить единый системный подход по выявлению и по проведению тестирований, которые позволят, цифровых, которые позволят в течение одного дня выявить детей в риске. И в-третьих, они будут как раз-таки реализовывать программу помощи жертвам насилия. У нас в данном законопроекте впервые предусматривается компетенция по разработке программы помощи жертвам насилия детям, а также свидетелям насилия. То есть это будет полноценная программа, которую как раз-таки будут реализовывать эти центры для того, чтобы для каждого ребенка индивидуально составлялась программа, и его родителям не нужно было искать, где, как ему помочь. Этот центр должен будет автоматически организовать всю помощь в соответствии с той программой, которая будет разработана. Сейчас как раз мы на ней работаем. Что говорят депутаты? Они вас поддерживают? В Жилисе, я знаю, что не все поддерживали этот законопроект. В целом, конечно, вы знаете, в работе над законопроектом есть несколько этапов, очень важных и очень сложных. Хорошо, что вы работали до этого в Можилисе и знаете этот процесс, да? Да, вообще в целом этот опыт очень помог. По поручению президента мы в июне с госорганами, с генеральной прокуратурой сразу приступили к работе над законопроектом. И в сентябре уже он был представлен мной в Бенпрокуратуре, затем в Можилисе. И большое спасибо Можилис сразу же поддержал, взял в работу. Они дополнили своими нормами и отправили на заключение правительства. И вот заключение, получить положительное заключение правительства по законопроекту, это одна из трудоемких и самых важных частей в работе. Буквально каждый день в течение нескольких месяцев я жила в госорганах, в Министерстве юстиции мне даже выделили стол. Я вот вместе с сотрудниками, мы сидели вместе, работали над редакциями, и выходные дни, и ночное время. И вот с каждым госорганом отдельно необходимо отрабатывать каждую поправку с разными департаментами, с разными отделами, для того, чтобы максимально все нормы поддержались. И, конечно, важно отметить, что сам настрой госорганов, как руководства, так и сотрудников, с которыми я каждый день работала, был максимально сосредоточен на том, чтобы помочь женщинам и детям. Это было очень важно в работе. И вот, в принципе, в данном законопроекте 70-80% норм, которые были предложены, самые главные нормы, они были поддержаны правительством. И вот когда уже в Можилис зашел законопроект, конечно, были разные споры. Мы там и обсуждали, и ругались. Но я думаю, комментировать конкретно фамилии неправильно. Но в целом были нормы, с которыми, например, они не соглашались. Мы предлагали исключение примирения по всем видам насилия в отношении детей. Но эту норму поддержали, но именно по побоям. Но вместе с тем предложили другой механизм, который, в принципе, тоже эффективен. Это назначение особых требований лицу, который совершил это деяние, четыре раза в месяц посещать органы внутренних дел для профилактической беседы. Поэтому, в принципе, эта норма хорошо заменила предложенную нами. А сейчас в Сенате? Сейчас в Сенате тоже проходят сборные обсуждения. В принципе, сенаторы все и председатель Сената тоже, естественно, поддерживают этот законопроект. Но, конечно же, в каждом госоргане есть свои юристы, отделы законодательства, у которых свое мнение на каждую поправку, норму. И вот в горячих спорах мы сейчас работаем над этим законопроектом. Динара, а почему так долго принимается этот закон? Я помню, в 2020 году, мы с вами как раз тогда близко и познакомились, потому что мы все были против бытового насилия, против насилия над женщинами, над детьми. И тогда вот мы написали эту петицию, мы с Архимом Ушакпаевым приходили к вам в Мажелис, вы тогда были депутатом. Да, помню, как раз. Тогда спикером был... На этом совещании мы вместе... Да, 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 спикером был Нурлан Нигматуллин, да? И он как-то не поддержал нас. Тогда законопроект свернули и сказали, будем там дорабатывать, да? Сейчас уже 24-й год. Почему это так долго? Президент же поддерживает. Президент сам четко выразил свою позицию. Он сказал, я против бытового насилия. Сегодня участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей. Ранее мною давалось указание определиться с целесообразностью криминализации подобных правонарушений. Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему. В целом необходимо отметить, мне кажется, что именно принятие данного законопроекта проходит достаточно короткие сроки. Потому что есть, я вот говорю о той версии, на которой мы работаем сейчас. А вот в прошлый раз... А в целом вы говорите о в целом решении проблемы. Конечно, любые изменения в законодательстве вызывают споры, разные взгляды. И как государственные органы, так и парламентарии всегда пытаются учитывать разные стороны, потому что это действительно ответственность принятия закона. И в целом у нас глава государства всегда, вы видите, уделяет особое внимание защите женщин и детей. В каждом послании озвучиваются поручения касательно обеспечения безопасности детей и женщин. И в принципе, если посмотреть, за последние несколько лет именно в данной сфере были проведены очень хорошие изменения. Это вот как раз-таки была введена мера по выявительному характеру. То есть не нужно было писать заявление. Был открыт государственный контакт-центр 111 и так далее. И вот уже этот законопроект, так скажем, он явился заключающим и таким фундаментальным именно в сфере защиты детей и женщин от насилия. Вместе с тем есть положительная сторона в части профилактики. За это время выработались нормы, которые касаются профилактики. Провелись пилоты. Например, в течение трех лет мы проводили пилот по работе с семьями в трудной жизненной ситуации. Мы вместе с вами выезжали в эти семьи, вы помогали. И, конечно же, за этот период отработались механизмы, которые позволят этому закону быть эффективным. И, конечно, всегда мы хотим, чтобы законы принимались чуть ли не один день. На всех обсуждениях я, например, очень близко, эмоционально воспринимаю, когда вижу, что есть люди, которые не понимают, которых нужно убеждать, что та или иная поправка необходима. Ты еще обязан предоставить все доказательства, что, например, местные исполнительные органы выделят бюджет на открытие центров поддержки семьи. Это с каждым регионом нужно отработать, чтобы они дали письмо подтверждения, что у них есть бюджет, что да, мы в течение двух лет откроем эти центры. Например, введена статья «Особые требования по психологической работе с лицом, который совершил преступление, связанное с насилием или другими преступлениями». Соответственно, нужно отработать, кто будет с ними работать, сколько психологов необходимо, в каких учреждениях эта психологическая работа будет проводиться. Соответственно, Министерство здравоохранения должно дать подтверждение, что да, у нас на уровне более 5000 ПМСП имеется, более 2000 психологов, у нас 79 центров психического здоровья, в которых такое-то количество психиатров, у нас 205 кабинетов психического здоровья, в котором также в каждом есть по одному психиатру и так далее. То есть все эти детали и моменты, которые необходимо отработать для того, чтобы в целом механизм дал результат, необходимо провести такую большую подготовительную работу с каждым госорганом, с каждым регионом, с каждым звеном, которое должно еще письменно подтвердить, что да, они готовы, имеют ресурсы и на это имеют и бюджетные средства, чтобы реализовать те или иные поправки. Вот вам, Динара, спасибо большое за вашу работу, потому что всегда должен кто-то двигать, да, вот эту идею, этот законопроект. Вот вы этим много лет занимаетесь. Спасибо большое. Но я думаю, знаете, что вообще на самом деле именно работа над этим законопроектом, она объединила большое количество людей. В этом законопроекте на самом деле учтены предложения экспертов, НПО, представителей правозащитных организаторов, организаций. Все, кто неравнодушен к этой проблеме. Активистов, общественников, которые продвигали этот законопроект, вы в том числе, сколько вы приходили в мажилис и петиции писали. Но вот именно вот эту документальную работу бюрократическую, да, такую вот проделывали именно вы. И вот у меня вопрос. Это поручение президента. После того, как примут этот закон, да, дай бог, мы перестанем читать эти новости ужасные, да, вот тренер насиловал учащегося, вот недавно, да, в каком-то городе было, в житцу. И там же, по-моему, дядя, да, насиловал... В Талдыкургане, в Сарканде, это в одной области два случая. В одной области два случая. Тренер насиловал учащегося. И дядя. И дядя родной насиловал своего племянника. Что происходит вообще в целом? Проблема с ментальным здоровьем, я не знаю, это психически ненормальные люди. Что происходит? Это необъяснимо. Вы знаете, это страшные преступления, и объяснить их невозможно. Но, говоря о новостях, которые поступают каждый день, да, вы знаете, если открыть сводки, то, конечно же, очень страшно. Потому что таких преступлений много. Вот против половой неприкосновенности каждый день по три происходит. То, что мы видим в СМИ, в принципе, это намного меньше. Но данная система, если говорить о реализации закона, должна дать свои результаты в течение двух лет. Поскольку именно два года потребуется для того, чтобы были выстроены вот эти инфраструктурные механизмы открытия центров психологической поддержки, центров поддержки семьи, были организованы мобильные группы, было создано приложение для участковых и так далее. Это займет как минимум два года. Потом вы задавали хороший вопрос об опеке. Возвращаясь к этому вопросу, я не договорила. Сейчас это одна из важнейших задач перед нами стоит, которая касается именно успешной реализации норм этого закона. Поскольку если нет кадрового обеспечения, то и реализация закона может пострадать. У нас сейчас на 7 миллионов детей около 398 сотрудников опеки. В начале года было 309, сейчас уже 398. С регионами мы отработали, практически на 90 сотрудников получилось увеличить. Но у нас задача стоит 1650, потому что это соответствует хотя бы международному стандарту. Один сотрудник на 4000 детей. Например, в Шемкенте у нас один сотрудник опеки на 98 тысяч детей. Но это невозможно. Да, естественно, это сказывается на качестве работы. На сотрудники органа опеки более 20 функций. Это посещение семьи, по которым поступили обращения, заявления. Это суды, это работа с детьми, оставшимися без попечения родителей, сиротами и так далее. Например, за прошлый год, если взять, 309 сотрудников органов опеки участвовали в 27 тысячах судебных заседаниях, судах, по 27 тысячам дел. Это только если смотреть именно работу в судах. А если все функции рассмотреть, то это огромная нагрузка, более 100 тысяч услуг. Кадровый вопрос в органах опеки увеличивает. Да, поэтому у нас стоит задача за эти два года решить именно кадровый вопрос касательно опеки. Амбусмены по правам детей есть в каждом регионе? Да, у нас есть региональные уполномоченные по правам детей. Как раз в этом законопроекте законодательно закрепляется их статус, так как сейчас его нет. И они, конечно, проделывают огромную работу. То есть они тоже не получают никакой оплаты? Да, это общественная работа. Но как раз-таки для того, чтобы система работала, нужны именно кадры. Опека, участковые, которые будут как механизм, как часы. И вот, кстати, я помню, когда мы в прошлом году с вами снимали материал. И вот мы ходили как раз в семью, и эту семью как раз выявил участковый. Обо всех семьях знают участковые. Мы вот очень плотно работаем именно с участковыми. И во всех регионах выявляются такие семьи. Да, участковые на самом деле проделывают большую работу. Да, но их тоже мало. Службы не отреагировали, и ребенок в итоге в 14 лет пошел в школу в первый раз. Вот в Шемкенте недавно выявили семью. То есть мы, в принципе, недооцениваем работу участковых. Участковые же, они же знают все. Они знают о каждой семье, что у них происходит. Но ему нужно дать ресурсов, чтобы он смог помочь дальше. Вот как тот участковый, который выявил семью мальчика. Да, чтобы службы вовремя отреагировали, и каждый выполнил свою функцию. Для того, чтобы он не бегал ни за опекой, ни за социальными службами. Для того, чтобы каждый из них выполнил свою работу. Для этого вот как раз таки разрабатывается это предложение, чтобы он с места мог в социальную карту забить. Естественно, соцзащита увидит свою часть, опека увидит там свою часть. И каждый должен будет отреагировать и выполнить свои функции. Конечно, бывают случаи, когда и сами участковые не сообщают. Но в основе своей они работают один на один с семьей. И зачастую вот именно должной отдачи от служб Акимата не получают. А соответственно, те загружены своей текущей работой. Вот, например, вот этих 300 сотрудников органов опеки, которые просто даже вырваться в другую семью не могут поехать, потому что у них отсутствует транспорт. Населенный пункт может находиться далеко. Это может быть село в 5-6 часах езды. И, соответственно, у него здесь целые, так скажем, ступки документов, работы, которые он должен выполнить. И он не может доехать до этой семьи. Недавно на Шимкенте выявили семью, где один усыновитель взял шестерых детей, двоих усыновил, четырех взял под патронат. И выявилось, что заставлял пить мочу свою, употреблять фекалии, вешал на забор, истязал детей. А как вот такому человеку доверили детей? Ну вот сейчас идет расследование. Сейчас идет расследование, почему так произошло, почему не сообщила школа, почему... Вообще мы выясняли, этот человек и прошел, и школу приемных родителей, и все, в принципе, необходимые процедуры он прошел. Но вот каким образом не увидели, что человек... Ну как не увидели? Вот человеку, насколько я знаю, даже сложно усыновить ребенка. Человек приходит в орган опеки, сдает необходимый перечень документов, получает ключ к базе, заходит на базу, смотрит детей, которых возможно усыновить, становится на очередь. На усыновление мало детей, а взять под патронат намного легче. Он брал патронат, да? Он двоих усыновил, четырех под патронат взял. И, соответственно, дается две недели на знакомство, они знакомятся, и потом принимается решение. А, еще и школа приемных родителей, и все. Сколько у нас детей-сирот в Казахстане? У нас сейчас в 78 организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, около 4 тысяч детей. 4 тысячи? Это вместе с детскими домами? Да, это центры поддержки детей, это детские дома, детские... А вот что показывает статистика? С каждым годом детей-сирот становится больше или меньше? Если посмотреть за последнее время, то есть небольшой рост. В среднем каждый год около 4,5 тысяч детей поступают в детские дома и в ЦАНы. И около 2 тысяч детей там остается. И, Динара, еще один вопрос. Дети-сироты, которые растут в детских домах, вот после того, как они выпускаются, по закону государство должно их обеспечить жильем. Но по факту не все получают это жилье. Да, вы знаете, у нас сейчас 62 тысячи детей состоит на очереди по получению жилья. И на самом деле есть две проблемы, по которой дети не получают во время жилья. Это низкие темпы строительства жилья в тех областях, в тех населенных пунктах, где они стоят на очереди. И второе, акиматы не соблюдают 20-процентную квоту. То есть мы посмотрели, например, за предыдущие года в некоторых регионах выделили не больше, чем 13% жилья. Сейчас в Можилии парламента рассматривается закон о вопросах жилья. И как раз там предусмотрена мера, которая позволит поменять место физически, перевести в другой населенный пункт, в областной центр. Но при этом не потерять свое место в очереди. И это позволит детям получать жилье быстрее. Но вы это держите вопрос на контроле? Да, мы работаем по данному вопросу вместе с депутатом Кучинской и Бесимбаевым. Поэтому я думаю, что те поправки, которые именно касаются получения жилья детям-сиротам, мы обязательно будем держать под контролем и стараться, приложим все усилия, чтобы их приняли. И касательно нового законопроекта, еще один вопрос. Предусмотрена ли хирургическая кастрация для насильников? Для насильников детей? Потому что, ну вот ты читаешь, ну практически все казахстанцы пишут, да, и хотят самосуд делать, да, и требуют пожизненного заключения. Но кажется, как будто бы было бы справедливо, действительно, если была хирургическая кастрация. Вы знаете, действительно, это страшное преступление. И, конечно же, лицо, даже не хочется называть этих людей людьми, совершившие такие преступления, заслуживают самого жестокого наказания. И в рамках законопроекта рассматривались поправки по хирургической кастрации и пожизненному лишению свободы. И поскольку пожизненное лишение свободы поддержали, госорганы обосновали, что нужды в хирургической кастрации уже нет, поскольку человека уже пожизненно будут сажать и лишать свободы. То есть это говорит о том, что по новому закону каждого насильника ждет пожизненное заключение. Да, правильно. Если человек изнасиловал ребенка, то до какого возраста? Если человек совершил преступление в отношении ребенка по 120-й статье, это изнасилование, и 121-я статья это насильственные действия сексуального характера, то предусматривается пожизненное заключение. Только пожизненное заключение. Сейчас, потому что там есть такой вариант. 15 до 17 лет, потом 17 до 20 лет, и вот 20 лет пожизненное. И мы предлагаем оставить только пожизненное. Только пожизненное. То есть вы убираете все другие варианты. Вот тот случай, когда изнасиловали трехлетних детей, и девочку, да, истязали семилетнюю там кочергой по гениталиям. Вот там же отчим получил пожизненное заключение, но мать не получила пожизненное заключение, она получила 25 лет, да? Да, потому что в ходе следствия рассматривают участие каждого обвиняемого. И в данном случае насиловал именно отчим, поэтому он получил пожизненное. А с учетом, что мама соучаствовала и не соответственно содействовала этим преступлениям, она получила 25 лет. В целом, этот законопроект, он же защищает детей и женщин, да? И вот сейчас я слышу в комментариях, там пишут, вот, вы сейчас там тоже топите за закон, благодаря которому наши дети будут на нас жаловаться, и нас будут за это наказывать. Вот что вы скажете этим родителям? И будут забирать детей из семьи, да? В целом, в данном законопроекте очень важно проговорить, нет ни одной нормы, которая предусматривает отобрание детей или изъятие их из семьи. У нас эти нормы уже давно прописаны в законодательстве, эти основания прописаны в законодательстве действующем, и поэтому новых оснований мы не вносим. В данном законопроекте предусматривается именно поддержка и защита семьи, оказание максимальной помощи семье для того, чтобы обеспечить благополучие ребенка и женщины. И во вторую очередь, конечно, предусматривается ужесточение наказания, потому что именно безнаказанность ведет к вседозволенности и приводит к более тяжелым преступлениям. И как профилактическая мера по недопущению насилия ужесточение наказания необходимо. Динара, я желаю вам удачи, спасибо вам большое за вашу работу. Хочу отметить, что эта работа не оплачивается. Сколько людей у вас работает в вашей команде? Со мной в офисе работает два человека. То есть вас трое? Нас трое. И когда люди пишут, где уполномоченные по правам детей, срочно выезжайте, люди должны понимать, что это вы и плюс два человека. В целом, да. Но, знаете, мне работа очень нравится, поэтому, в принципе, все устраивает. Государственные органы максимально помогают. Здесь, конечно, очень важно самому быть активным. И когда рядом очень хорошие, так скажем, единомышленники, соратники, то все получается. Мне кажется, если каждый будет работать на госслужбе так продуктивно, как вы, то мы точно будем расти. У них тоже много работы. Спасибо вам большое за нас. Спасибо. Желаю удачи и ждем принятия закона. Спасибо. Спасибо. Спасибо.